МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как решить проблему обманутых дольщиков и возобновить строительство незавершенных объектов? Как в Чувашии проходит капремонт жилья и благоустраиваются общественные пространства? Сегодня об этом будем говорить в программе Вектор Комфорта. Меня зовут Татьяна Молокова. Здравствуйте. Выбрать застройщика, взять ипотеку и не получить жилье. 67 семей в Новочебоксарске 3 года ждут окончания строительства ЖК Лазурный. Дом построен, но не сдан. Почему застройщики не могут ввести в строй здание? Капремонт. Как можно его провести и вернуть средства? В Чувашии изучают программу энергоэффективности. По плану в Новочебоксарске должен был появиться жилой комплекс с красивым названием Лазурный. Первый дом уже сдан, а дольщики двух других ждут. Но на площадке уже третий год. Тишина. Взять ипотеку и вложить в долевое строительство, а затем взять кредит, чтобы снимать жилье. Именно в такой ситуации оказались многие дольщики жилого комплекса Лазурный в Новочебоксарске. Я взяла ипотеку на приобретение квартиры еще в 2016 году. 2016 года я жду свою квартиру и никак не дождемся. Нам пришлось сейчас оформить еще одну ипотеку, чтобы где-то жить. И таких здесь немало. Многие из них – молодые семьи с детьми. Надежда Данилова рассказывает, что в сентябре будет два года, как они должны были жить здесь. Ежемесячно семья с двумя детьми платит за кредит 17,5 тысяч рублей. Планировка понравилась. Потому что в Никольске мне планировки не понравились. Я спросила, конечно, что да как. Есть подвох, нет. Сказали, нет, все нормально. Каждый раз что-то судится, ждем суда, решения. Застройщик ОргТехстрой сдавал дом поэтапно. В первой блоксекции уже живут. А дольщики второй-третий год не могут дождаться окончания строительства. Расчетный счет у застройщика был открыт в Бинбанке. После банкротства кредитной организации в 2014-м счет передали в банк открытия. 70 миллионов рублей, которые Бинбанк запросил обратно. Застройщик два года пытался найти инвестора, но безрезультатно. Те, кто въехал, тоже недовольны вечной стройкой и предъявляют свои права хотя бы на безопасность. Мы вынуждены третий год проживать на стройке, смотреть на стройку. Она небезопасна. Пожалуйста, если можно кому-то передать, я оформила это письмо письменно, так скажем, вам хочу его передать. Чтобы наши дети не пострадали на стройке, чтобы мы сами не терпели это все. Может быть, как-то с этим можно что-то сделать в ближайшее время? Вопрос в том, что мы достроим этот дом. Вы можете где-то даже не ласкать. Дом мы обязательно достроим. Говорят, уже два года. Просто мы ходим по инстанциям, все игнорируют. Ничего не происходит. Пороги обливают. Почему нас все игнорируют? Я сам пришел, мне надо пороги обливать. Этот объект входит в число 13 проблемных в Чувашии. В Рио-главы Олег Николаев обсуждал возможности достройки таких домов с руководителем Федерального фонда защиты правдольщиков. Сейчас по закону есть два пути решения. Либо банкротит застройщика, либо найти инвестора. Второй вариант, по мнению главы региона, предпочтительный, потому что не столь длительный. Процедура банкротства сулит жителям еще от полугода до 9 месяцев ожидания. Мы прикладываем максимальные усилия пока именно второй вариант реализовать. Я знаю, что сами застройщики тоже в этом направлении очень активно работают. То есть сами застройщики пытаются найти инвестора какого-то, а мы с фондом защиты правдольщиков прорабатываем вариант. И я надеюсь, что мы в ближайший месяц определимся, значит, получится у нас или нет. Если объект, скажем так, безубыточный, это значит, если мы его достроим, и удастся и вам все квартиры построить, но и не получить убыток бюджету, то тогда принимается решение помощи в достройке объекта без процедуры банкротства. Понятно, что доделывать за кем-то желающих не очень много. Это надо будет сделать за свой счет. В правительстве республики предполагают, что взамен строительная компания получит земельный участок на льготных условиях по кадастровой стоимости. Мы позапрошлым году принимали республиканские нормативные акты, которые предусматривают возможность передачи новому застройщику, который войдет на проблемный объект и будет его достраивать в земельный участок без торгов в аренду. Льготное предоставление земли будет той разницей, которую застройщик должен потратить на строительство этого объекта. В августе прошла оценка объектов в жилищном комплексе «Лазурный». Комиссия, в составе которой были представители ипотечной корпорации и фонда защиты дольщиков, пришла к выводу, что на достройку необходимо около 200 миллионов, а стоимость оставшихся квартир – 120 миллионов. Поэтому достраивать объект нет возможности и будет инициировано банкротство застройщика. Квартиры они получат позже, чем они это планировали сделать. Это первое. Это плохая новость. А хорошее то, что они гарантированно эти квартиры получат. То есть тут сказать, что это хорошая или плохая новость, я не берусь. Почему? Потому что она из двух составляющих. Планируем, что в ноябре 23-го, опять же, согласно нашего укрупненного графика, жильцы получат квартиру. В Чувашии 13 объектов незавершенного строительства. Все они включены в единый реестр проблемных. Обманутых дольщиков около 900 человек. Этот дом на улице Асламаса в столице республики готов на 99,5%. Но жить в нем нельзя. Прокуратура не дает согласия на заселение, пока застройщик не устранит недоделки. Их немного, но процесс затянулся. К учетам распространения в 2020 году коронавирусной инфекции, дом не был сдан в установленных законах сроки. В то же время, в настоящее время, подавляющее большинство работ проведены. Это пусконаладочные работы, это пуск газа, составление проектной документации. И мы контролируем процесс сдачи дома в ежедневном формате. В единый реестр дом попал в июле 2020 года. Застройщик нарушил сроки передачи квартир долевикам более чем на 6 месяцев. Проблемы у застройщика начались еще в конце 2018 года. Обращения по этому объекту в прокуратуру и Министерство строительства поступали регулярно. По этому дому, в принципе, мы видим, что объект может закончиться силами самого застройщика. Как раз мы на это и ориентируем, чтобы объект был достроен именно непосредственно застройщиком за его счет. На контроле и дом в ЖК «Гагаринский». 4 часа дня на площадке «Ни души». Именно этот факт и настораживает надзорные органы. Данный объект еще не включен в число проблемных, но долевики неоднократно обсуждали в соцсетях ситуацию и даже обращались к вриу главы Чувашии и писали в профильное министерство о том, что здесь не ведутся работы. У нас в рамках надзора за долевом строительством мы застройщика уже один раз проверили. Мы выявили ряд нарушений действий законодательства, передали материалы проверки правоохранительного органа. Сейчас они как раз рассматриваются на предмет наличия признаков преступлений. И, соответственно, по ним будут приниматься следующие меры. Также мы в рамках нам подоставленных полномочий можем в случае отклонения график строительства более чем на 6 месяцев прекратить заключение новых договоров. Это, конечно, не совсем эффективная мера, она, наверное, тоже будет затягивать свой стресс. Поэтому мы все-таки хотим большим методом убеждения застройщика заставить здесь ускорить работы и возобновить. Готовность дома порядка 35%. Всего планируется 130 квартир, на 85 из них уже заключены договоры долевого участия. Сейчас кирпичная кладка остановилась на уровне восьмого этажа первого подъезда. Привели электроснабжение и начали штукатурные работы. В замедлении работ застройщик объясняет тем, что все силы направлены на завершение проблемного объекта в Новочебоксарске. Эти два дома строятся еще по старой схеме, без использования эскроу-счетов. В правительстве полагают, что новый механизм финансирования строительства жилья позволит искренить проблему обманутых дольщиков. Специалисты утверждают, что 20% тепла уходит через форточки и неутепленные фасады. Как сделать так, чтобы коммуналка не дорожала? Как снизить стоимость ресурсов и вернуть средства, потраченные на модернизацию? Сделать капремонт многоквартирного дома и вернуть до 80% вложенных средств – такую возможность предлагает программа энергоэффективного ремонта. Ее частично финансирует Фонд содействия реформированию ЖКХ. О таком механизме работы говорили на региональном форуме «Модернизация жилья». На него собрались эксперты в области ЖКХ и представители организаций, работающих в этой отрасли. Простейшее оборудование, которое позволяет регулировать поступающее тепло, счетчики движения, теплые фасады и индивидуальные тепловые пункты позволят экономить серьезные средства. На проведение таких мероприятий Фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет субсидии. А организация ЖКХ «Контроль» помогает безвозмездно рассчитать потенциал энергоэффективности дома и подать документы. Программа существует с 2018 года. Раньше были немножко условия, так сказать, более жесткие, жесткие требования. Необходимо было сначала выполнить эти работы, потом сделать расчет, то есть по истечению года посчитать, какая экономия получилась по сравнению с предыдущим. Один из домов, где прошел энергоэффективный ремонт, расположен на 324-й стрелковой дивизии. В доме номер 14 установили систему автоматического регулирования теплоснабжения. Было затрачено более 900 тысяч рублей. Федеральный фонд субсидировал почти 550 тысяч. Возвращенные средства можно направить на другие ремонтные работы и вновь подавать заявку на субсидирование и вновь экономить. Сейчас заявки на участие в этой программе подали еще два дома. Согласно этого расчета, этот расчет является бесплатным энергоэффективным от государства с присвоением класса энергоэффективности дома. Благодаря этому расчету вы уже заранее, до проведения даже работ, сможете понять, какую экономию дом получит при тех или иных мероприятиях и какую субсидию вы сможете вернуть от государства. Для этого все очень просто. Вы нам отправляете документы, это акт осмотра дома, скан-копию с экспликацией первого этажа. Акт осмотра дома, этот бланк есть с подробной инструкцией по заполнению на портале жилфонда и потребление энергоресурсов. То есть горячее водоснабжение, отопление и электроэнергия. Мы делаем расчет, согласовываем и показываем уже, какие мероприятия вам дадут ту или иную экономию или какие-то вы планируете мероприятия делать. А эти мероприятия, которые попадают под субсидируемые, у них 26. Список тоже есть на сайте жилфонда. То есть туда входит, как и погодное регулирование, установка, замена труб ГВС, отопление, утепление фасада, швов, утепление крыши, подвала и даже замена лифтов попадает под субсидируемые. В инистрации города Шумер возьмем под контроль, как у нас идет процесс именно по этой программе. Есть инструмент, нам мы сегодня в руки вложили, наша задача его использовать. Можно по-разному подойти к решению вопроса. Можно сказать, ну это заявки, это связь, мы этим заниматься не хотим, это долго и непонятно. Мы потратим деньги, которые есть жители, ну стандартным путем. Мы пытаемся по-другому. Проанализировать, поговорить с жителями, включиться к работе и реализовать проект, мы сэкономим и средства на жители наших, и сделаем действительно качественный ремонт. Но пока в Шумерле капремонт идет на обычных условиях. Так, в доме номер один по улице Ленина меняют трубы и обновляется система электроснабжения. Из-за режима ограничений ремонт начался позже. Но подрядчики обещают, что до начала отопительного сезона успеют завершить. Осуществляет здесь капитальный ремонт в рамках республиканской программы, система отопления и канализации. На данный момент, немножко с прослаблением эпидемии коронавируса, встали на объект, сделали уже полностью верхнюю и нижнюю разводку, умонтировали узел управления. Сейчас выходим к жителям непосредственно на стояки, подключение к батареям. Частично заходим в квартиры, меняем постоячно. Валентина Михеева рассказывает, что ремонта в доме не было лет 40. Состояние было плохое, потому что, когда включали отопление, постоянно завоздушивало. Когда они снимали трубы, там видно, прям вот ниточка пройдет только. Шумерли сейчас готовят документы для участия в следующем году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Для этого городу нужно выбрать территорию для благоустройства и представить концепцию будущего проекта в Минстрой России. Это может быть благоустройство улицы, парка или сквера, озеленение территории, создание инфраструктуры, обслуживающей городское пространство, постановление или улучшение фасадов и другие объекты. Шумерли планирует привести в порядок 27 объектов. Большая часть из них прошла согласование и экспертизу. Шесть проектов уже реализуются. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова